Сегодня никого не удивляют девушки с яркой краской или замысловатыми рисунками на ногтях. Маникюрные салоны на каждом шагу, флакончики с лаками всех мыслимых оттенков в свободной продаже. Но всё это – модное достижение новейшей истории. Народы древности тоже красили ногти. В Индии вход шла хна. В Египте лак делали на основе природных смол, янтаря или мастики. Жители Вавилона, причём мужского пола, красили ногти сурьмой. И чем темнее цвет, тем более знатным был человек. В Древнем Китае длинные ногти служили показателем статуса и мудрости. Аристократки Поднебесные декорировали их серебряными и золотыми пластинами, а также красным и чёрным цветом. Менее знатным китаянкам разрешались розовые оттенки. Ногти часами замачивали в смеси пчелиного воска, яичных белков и природных красителей. В средневековой Европе дамам пришлось забыть о ярком маникюре, чтобы не прослыть ведьмами. В 18-19 столетиях ухоженные ногти обязательны в среде высшего сословия. Их подпиливали, придавая миндалевидную форму и бесконечно полировали. Для блеска в ногтевую пластину втирали кремы и пудру кисточкой из верблюжьей шерсти. В 1917 химик из Коннектикута предложил использовать для этой же цели прозрачную автомобильную краску. Нортем Уоррен продавал это средство среди прочих маникюрных принадлежностей в магазинчике, открытом на деньги супруги. А первый цветной лак для ногтей появился на американских прилавках в 1925 году. Через несколько лет в подмогу нежно-розовому оттенку выпустили и красный лак в тонг популярной помаде. Цветное кино стало лучшей рекламой новой моды. Вскоре такой же эффектный маникюр, как у любимых актрис, пожелали иметь все женщины мира. Лаки начали продаваться через магазины и универмаги. Цветной лак с пигментом придумал, запустил в производство и сделал популярным американский предприниматель. Чарльз Рефсон – человек, изменивший мир.